Детское техническое творчество с предпринимательским потенциалом. В технопарке «Кванториум» открылась программа «Бизнес-акселератор». Вместе с педагогами воспитанники центра не просто учатся проектировать роботов или управлять квадрокоптером, а создают по-настоящему полезные вещи, которые могут принести выгоду. К нам приходят ребята с какими-то идеями своих проектов, или приходят талантливые дети, которые обладают разным набором компетенций и готовы войти в ту или иную команду. Соответственно, это такая среда, где на стыке технологических возможностей технопарка и тех ресурсов, в первую очередь, человеческих, которые здесь есть, возможно очень быстро реализовать и создать тот или иной проект. От идеи до его реализации. Дима занимается в «Кванториуме» уже несколько месяцев. За это время освоил графические программы, научился моделировать. В рамках «Бизнес-акселератора» трудится над созданием автоматической сахарницы. Вместо привычной ложки – рычажок. Чтобы получить порцию сахара, нужно просто нажать на механизм. Изделие полностью металлическое. Ориентировочная стоимость при серийном производстве – 300-350 рублей. Сейчас юный инженер подгоняет детали и изучает опытные модели из пластика. Зайдя в интернет, я посмотрел картинки автоматических сахарниц. И увидел то, что это обычный кружок с специальным дозатором. Чтобы использовать эту сахарницу, нужно перевернуть ее и посыпется определенное количество сахара. Здесь же этот процесс быстрый. Не нужно ничего переворачивать, не нужно ничего делать лишнего. Просто нажимаю на кнопку и все работает. Ребята, которые занимаются в аэроквантуме, придумывают, как оптимизировать управление квадрокоптера. Обычно дрон поднимается в небо с помощью джойстика. Не всегда удобно. Контроллер зачастую в несколько раз массивнее самого беспилотника. Ваня Барбулин решил, что логичнее всего в качестве джойстика использовать наручные датчики движения. Работы еще много. Нужно научить технику правильно воспринимать команды. Если человек опускает руку вниз, то он взлетает вверх. Ну, было, чтобы удобнее. Если поднимает человек руку вверх, то он опускается. Если вводит рукой, то он просто следует за этой рукой и летает туда, куда идет рука. Если человек сжимает руку, то он поворачивается влево. Если распускает и распрямляет пальцы, то вправо. Макетом умного дома, который собрали Егор Лодыжкин и Дима Зобнин, уже заинтересовались бизнесмены. Предложили купить за 30 тысяч рублей. Ребята решили пересмотреть подход к использованию бытовой техники и сделать голосовое управление. Мы создали виртуального дворецкого, с которым можно поддержать диалог с помощью голосовых команд управлять дома. Это мы создали приложение сами. Конечно, аналогичные технологии уже существуют. Однако на рынке умная техника стоит в разы дороже, чем обычная. О том, чтобы продать свой проект, на данном этапе не может быть и речи. Ребята планируют усовершенствовать систему и самостоятельно запустить в производство. Также мы планируем развивать наш проект и мы подключим нейродатчики. То есть, когда у вас будет на голове повязка, и когда вы заснете, система также отключит все электроприборы. Ну, кроме холодильника, нужно. Также для глухонемых, то есть, они не могут говорить, но мы решили с помощью МИУ-датчиков, датчиков, которые управляются с помощью мышц, чтобы они тоже управляли. То есть, напряжена одна мышца, включается электроприбор. Вот так примерно мы хотим развивать проект. Педагоги Кванториума подчеркивают, что цель бизнес-акселератора – научить школьников зарабатывать деньги с помощью своих идей и высоких технологий. Все средства, необходимые материалы и оборудование в технопарке есть. Осталось только довести свое изобретение до ума, оценить экономическую составляющую проекта, запатентовать и запустить серийное производство. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.